Дорогие коллеги, спасибо большое вам за то, что вы пришли сегодня, нашли время в будний день посетить вот этот вебинар. И я очень надеюсь, что та информация, которую я с вами поделюсь, будет вам полезна в дальнейшей вашей работе академической, а может быть и не только академической, а вообще какой-то организационной. Потому что есть некоторые правила, которые работают и в академической жизни, и в бизнесе. И если их знать и применять, то ваша работа будет гораздо более успешна. Значит, мы в академической жизни, ну и преимущественно о ней, естественно, буду говорить. Мы, к сожалению, а может быть и к счастью, как и вообще в любом другом виде деятельности, мы не можем осуществлять ее в одиночку. Даже если мы склонны к такому по натуре интроверты и склонны к такому академическому сидению в кабинете, в библиотеке и изучению каких-то текстов и написанию потом своих, все равно косвенным образом мы вовлечены в большую научную сеть. Потому что мы осуществляем пассивную коммуникацию с авторами, даже историческую коммуникацию. Мы публикуем свои тексты, которые читают другие авторы. А если мы работаем в научно-образовательном учреждении или вообще каким-то образом имеем отношение к академической жизни, то у нас возникает потребность такая настоятельная в каком-то общении, в кругу общения. И в этом кругу мы постоянно обмениваемся любезностями и просьбами, потому что нам все время что-то нужно от окружающих. Ну вот я примерно на этом слайде перечислила, в какой степени мы зависим от окружающих, когда нам нужна какая-то их профессиональная работа. Причем я перечислила виды такой вот деятельности, которые обычно не оплачиваются. Такие вот бесплатные, которые, это любезности, скажем, академические, которые друг другу оказывают. Потому что если вы не будете делать эти любезности, вам не будут их делать. То есть вы просите у кого-то и сами тоже должны это делать, потому что иначе вы не сможете просить о написании рекомендательных писем. Вы не сможете кого-то попросить написать рецензию к вашему учебному пособию или научному изданию. А в издательство, скажем, у вас не примут без этого. Или если в РИНС надо какой-то сборник или статью свою поместить, там тоже без рецензии не примут. То есть вы должны быть вовлечены, у вас должен быть такой пассианс из коллег и список адресов, по которым вы можете обратиться и попросить об этой услуге. Иначе вы просто не сможете выполнять свою обычную работу преподавателя или учителя. Потому что учитель сегодня тоже много делает всякой работы методической, где ему нужны какие-то рецензии, рекомендации или консультации. И научную тоже, если вы работаете в НИИ или в системе Академии наук. Мы постоянно друг друга просим выступить в качестве рецензента диссертаций магистерских или ВКР, или курсовиков, или стать научным руководителем каких-то студентов. Академический процесс предполагает оппонирование диссертаций. Вы, когда защищаетесь, вам нужны оппоненты. Два, если это кандидатская или три, если это докторская. И ведущая организация, где тоже работают люди. И ведь это или неоплачиваемая, или символически оплачиваемая работа. И вот эти за оппонирование, эти все деньги, они не покрывают тех усилий, которые люди вкладывают. Масса других академических обязанностей, которые мы выполняем или просим кого-то войти в совет. Вас назначили предварительно председателем ученого совета по защитам. И вам нужно сформировать совет. И вы людей просите быть членами совета. Мало того, что там высокие требования к членам совета. Вам нужно уговорить людей, чтобы они бесплатно, регулярно ходили на заседания, сидели там часами и активно работали, реагируя на выступления диссертантов, оппонентов. Выступали иногда с докладами. Предварительно знакомились с содержанием диссертаций. То есть это сложная профессиональная работа, которая не оплачивается, в которой вы тратите ресурсы много времени. И вы можете кого-то просить это делать, только если у вас существует вот этот круг, хорошие отношения. И если вы сами что-то сделали для человека. Вот здесь вот как бы работает вот такой, я бы сказала, бартер. Потому что это не покупается за деньги, это покупается за отношения. Вы сами входите взаимно в другой совет и тем же самым занимаетесь. Вы входите в совет в какой-то и сидите там, тратите время, потому что у вас подрастают аспиранты, которые должны где-то защищаться, у них должен быть совет какой-то, и поэтому вы поддерживаете вот эту структуру. Ну и так далее. Ну и бесконечное всё невозможно перечислить. Тот, кто работает в этой системе, знает, что бесконечно каждую неделю возникает ситуация, когда надо что-то написать, на что-то отозваться, где-то выступить и так далее. То есть вот и вас приглашают, и вы иногда организуете какие-то мероприятия, приглашаете. И поэтому вот эта помощь коллег нужна всегда. Поэтому, собственно говоря, сегодня мы об этом будем говорить. Кроме того, мы все прекрасно знаем, и карьерные консультанты тоже об этом говорят, что широкий круг знакомых или нетворкинг, как сейчас говорят, он вообще необходим при поиске работы или при устройстве на работу. Я вот иногда провожу такие карьерные консультации для преподавателей и учёных, они ищут работу где-то в УЗИ или в Академии наук, и иногда сетуют, говорят, что работу найти невозможно, вроде конкурсы объявляются, ставки есть, а берут только своих. Вот берут только своих. Ну, в какой-то степени это справедливо, и понятно, почему. Берут своих, академический круг не так велик, потому что он квантуется по специальностям, и люди друг друга знают, кто чего стоит. Поэтому берут человека, на которого можно рассчитывать, и можно что-то ожидать, ну, как бы своего. Так вот, значит, если вы хотите найти работу в этой сфере, ваша задача – стать своим. И задачу эту можно решить, существуют достаточно простые приёмы, но на это надо потратить время и ресурсы. Вот так по мановению волшебной палочки не бывает. И понять, что, собственно говоря, от вас ждут на новом месте. Потому что чаще всего вот такая проблема возникает у людей, которые предъявляют в основном только высокие научные достижения. Высокие научные достижения – это отлично и хорошо ли преподаватели в ВУЗе. Но мы все, кто в ВУЗе работают, знаем, что очень часто нужна рабочая лошадка в ВУЗе. И у него должны быть высокие достижения научные. Ну, это как бы бонусом. А ему нужно писать бесконечные программы, переписывать программы в соответствии с ВУЗ, скурировать студенческие группы, следить за какими-нибудь, устраивать мероприятия, принимать в них участие. Если он сразу вам заявляет, что он высокий учёный, и он намеревается и в дальнейшем исключительно двигать науку, любой заведующий, любой начальник подумает, нужен он такой сотрудник или нет. Поэтому нужно понимать, что вы готовы включиться во всякую работу, причём не делая такого брезгливого лица, потому что это необходимая часть сегодняшней работы. Я даже не хочу обсуждать, хорошо это или нет, это тяжело. В высшей школе или в школе преподавать сегодня – это непросто. Но если вы выбрали себе такую карьеру, если вы в этой сфере работаете, значит, нужно соответствовать и использовать методы и формы адаптации и вписания в эту среду. Очень частая ошибка людей, которые понимают значимость нетворкинга и стараются поддерживать хорошее отношение со своими коллегами на кафедре, с преподавателями других кафедр и других институтов или факультетов своего вуза, что уже сложнее, потому что у нас все большие вузы физически как-то очень редко находятся в одном месте. То есть для того, чтобы пересечься с какими-то коллегами и других подразделениями, надо делать какие-то усилия или какие-то совместные мероприятия, должны быть которых не очень много. И с другой стороны, специалистов по какой-то теме, когда нужна какая-то помощь коллег, в вашем коллективе может не хватать. Поэтому обязательно нужно выходить за пределы этого коллектива. Ну, как сейчас говорят, покинуть зону комфорта. Не всегда родная кафедра – это зона комфорта. Есть еще один момент, почему нужно выходить за пределы своего узкого круга. Во-первых, в каждом академическом кругу есть свои какие-то особенности взаимоотношений, какая-то тематика любимая, ключевые слова, какая-то научная школа, близких даже кафедры могут быть с одинаковыми названиями, а вот научные школы у них разные. Поэтому то, что хорошо идет выступление или публикация в одном контексте, в другом вообще не пойдет. Вы пойдете на другую конференцию и встретитесь с тем, что вас вообще с недоумением воспринимают, что вы такое говорите. Поэтому нужно как-то на разные ходить, в разные ходить круги, к разным структурам примыкать, чтобы понять, как устроен большой академический мир, иначе вы можете оказаться в сложной ситуации. У вас может быть ведь очень приятный сюрприз. Может оказаться, что в каком-то другом, близком, дружественном кругу у вас меняется статус, причем он не понижается, а повышается. Вот у меня в свое время было такое, когда я работала, не буду говорить где, и там была такая очень патриархальная кафедра, я была молодая женщина, кандидат в наук. Ну и так, в общем-то, очень грех оттаить, у нас патриархальность как бы бывает. Мы всегда говорили, ну что я там такое могу сказать, бабская философия, я вообще доктор философских наук, историей философии занималась. И вот, значит, я как-то сидела, вроде я так не чувствовала, что у меня уж прям такая бабская философия, вроде я так нормально работала, меня хорошо публиковали. Я даже не могла все публикации предъявить как что-то, потому что это вызывало такую иронию сразу у окружающих. И я попала на один такой международный семинар, он еще как бы в Париже проходил, написала заявку, меня пригласили. И как я боялась туда ехать, мне казалось, что я вот прямо опозорюсь там. Как одеться, что сказать? Говорю по-английски не очень хорошо, а по-французски еще хуже. Ну говорю, тем не менее, поехала. Приехала, оказалось, что, боже мой, да я там просто, у меня совершенно изменилось. У меня вообще-то не было низкого мнения о себе. Но я поняла, что меня аудитория, вот эта международная аудитория, меня воспринимает не просто как свою, а как, скажем так, продвинутого исследователя в своей области. И я вернулась, когда я поняла, что мне работу надо менять, и что бы там ни говорили, ну, с иронией это все можно всерьез не брать. И вот это вот изменение, как бы вот этой вот среды, оно повлияло вообще, говоря, на всю дальнейшую жизнь. Поэтому иногда очень важно бывает выйти за пределы, и вы можете обнаружить, что вы гораздо более востребованы за этими пределами, чем, значит, в своей традиционной ситуации. Что не означает, что вы должны менять прямо работу, ну, с работой все не так просто, но это будет вас греть, потому что вы будете знать, что здесь вы по-тихому сидите и выполняете свои функции, а вообще-то вы великие ученые, и там, где знают цену научным достижениям, там вас оценят, а в конце концов, вот, это тоже важно. Потому что бывает иногда, я видела таких людей, которые, значит, в студенчестве учатся, потом заканчивают магистратуру в этом же вузе, там же аспирантура, и там же работают 20 лет. У них вообще какой-то ужас перед внешним миром. Вот, это вообще называется академический имбридинг, внутри видовое скрещивание. Как-то во всем мире не принято так. Принято там бакалавриат в одном месте, магистратура в другом. Ну, сейчас у нас это отменяется, бакалавриат магистратуры, но все равно уровни образования остаются. Именно для того, чтобы с этим познакомиться. Ну, у нас, как мне, очень принято так вот в процессе обучения скакать, но вот уже, по всякому случаю, принимать участие в академической активности вполне можно в разных пространствах академических. Особенно, конечно, вот такая поддержка коллег нужна молодым ученым, которые вообще не знают очень часто, как себя вести. И они в академическом пространстве, они не знают, как себя вести, потому что, ну, может быть, мы их, вот, уже как бы опытные преподаватели, профессора, мы их плохо этому учим. Специальных предметов нет. Косвенным образом на своих занятиях значит, вот там что-то получается, что-то нет. А иногда бывает, что им уже как-то кто-то голову забивает, ну, какие-то неправильные установки, заведомо, которые уже надо изменять, и с этим тоже сложно. И вот у них могут возникать сложности коммуникации, а им-то нужно все время что-то, какая-то поддержка, какие-то рекомендательные письма, и рецензии, им нужны консультации. Вот молодой там кандидат наук, вот он защитился, он молодец. Он защитился, опубликовал 3-4 статьи в Аковском журнале. А что делать дальше? Как дальше развиваться? И его взяли на кафедру. Вот, ну, прям счастье, да? Это вот идеальную карьеру я рисую. Не всегда так бывает. Взяли на кафедру работать. Красота. Ну, как дальше развиваться? На кафедре ведь, понимаете, он долгое время может быть вот этот, вот это мой студент. Со всеми вытекающими из этого там обстоятельствами. То есть вот это вот отношение как к молодому, к молодому, к молодому, который еще там чего-то не достиг, и оно может, ну, психологически, это совершенно понятно. Дело в том, что можно и работать на такой кафедре, раз дружелюбная обстановка и такая работа. Ну, надо же себя посмотреть на какую-то вот такую независимую оценку. Поэтому такие молодые люди нуждаются, конечно, в консультациях. Им нужны консультации и по грантам, потому что здесь специфическая какая-то такая вот должна быть, должен быть опыт. По публикациям. Вот, допустим, примеры новых конкурсов РНФ. Ну, я не стала долго искать, а прямо вот РНФ сейчас объявил два новых конкурса. Я хочу привести их в качестве примера. Вот, например, конкурс проведения фундаментальных научных исследований. Вот этот. Фундаментальных открытый публичный конкурс на получение грантов Российского научного фонда проведения инициативных исследований молодыми учеными. Вот здесь как раз для молодых ученых 33 лет, до 33 лет имеющих степень кандидата на уч. Ну, таких немного, кто рано, быстро защищается. Вот, и есть, конечно, такие вот ученые, которые фору дадут опытным преподавателям. Но очень часто вот здесь, и хотя это грант для молодых, и руководитель молодой, и члены коллектива молодые, но совершенно очевидно, что вполне может быть, что еще как бы поповина с научным руководителем не разорвалась, и его советы могут быть очень полезны для написания текста гранта. Потому что текст гранта – это своеобразный очень текст, и здесь, значит, есть свои особенности, свои приемы, и что-то обязательно должно быть вписано, а что-то сюда не принято писать и так далее. Я как многолетний эксперт научных фондов со многими заявками сталкивалась и вижу, что некоторые заявки, там содержание очень неплохое, но люди совершенно тотально не умеют писать заявки. Они пишут неграмотные заявки, получают низкие баллы и не получают в результате гранта. Ну, с молодыми это часто бывает. Часто бывает, что они, чтобы грант получить, такое начинают обещать, что они вот заведомо не могут выполнить. Нельзя так. Нужно всегда что-то обещать, что вы можете сделать, и результат должен быть проверяемый. Нельзя абстрактно что-то обещать, там выше поднять, шире расширить, ярче осветить, глубже углубить. Вот ни в коем случае. Заявки молодых очень часто грешат именно вот эти. Нет конкретики. Они боятся, что если они напишут конкретик, это как-то принизит их. На самом деле гранты дают за конкретные проекты. Никогда не дают за абстрактные намерения. Ни один грант нигде никто не получал за это дело. То есть, что бы ни делало, везде нужна какая-то помощь и консультация каких-то опытных людей. Ну, может быть, там на кафедре нет. Должен быть поэтому круг общения, чтобы мог человек обратиться, может быть, на другую кафедру, к другому специалисту, близкому, к своему, может быть, оппоненту, с которым во время защиты неплохо бы познакомиться, получше и завязать хорошие отношения с тем, чтобы он посоветовал. Вот я, например, очень часто советую в таких ситуациях. Ну, совет вообще простой, но почему-то он никому не приходит в голову. Я говорю, если вы не знаете что-то, ну, эти заявки иногда так формулируются, что черт знает, что там фонд хочет, непонятно. Я говорю, если вы не понимаете, что вот вы тут должны писать, что от вас хотят, спросите у фонда, позвоните им, напишите им письмо, не придумывайте за них. Может быть, это совсем не то, что они вообще имели в виду. Они всегда ответят. И действительно отвечают. Меня потом всегда благодарят за этот совет. Говорят, нет, там совсем не то было, что я думала. Конечно, потому что не надо думать за других. Они для этого существуют. Там полно сотрудников. Они всегда ответят. Некоторые фонды вообще проводят консультации предварительные по заявкам. И они с удовольствием... Я получила в фонде Потанина недавно грант. Я просто для интереса. Там такая была путанная заявка. Ужасно. Я думаю, что у меня много конкурентов отпало на этапе, что кто это придумал такое? Как это можно запомнить? Я 39 раз звонила руководителю вот этой программы. И я уже ему говорю, я там, наверное, надоела. Я уже просто ваша любимая подружка опять звонит. Он говорит, нет, нет. Мне говорит наоборот, это очень помогло, потому что вы слабые места вот этих формулировок увидели. И на следующий год мы переформулируем конкурс, потому что вы совершенно правы, там что-то непонятное. То есть вот такое отношение. Или вот я еще хотела другую заявку показать тоже в Российский научный фонд. Сейчас вот две свеженькие заявки по поводу того, насколько важен нетворкинг. А здесь конкурс на проведение научных исследований международный, между коллективами России и Китая. Вот как вы без хорошего нетворкинга такую заявку вообще можете написать? То есть у вас изначально должны быть какие-то отношения с какой-то группой ученых китайской. И в момент, когда объявлен конкурс, а тот дедлайн уже в апреле, вы уже за 2-3 месяца эти отношения не установите. Потому что отношения для того, чтобы писать совместные проекты, они должны быть какие-то проверенные. Вы должны хотя бы онлайн неоднократно встречаться. До того, как объявлен конкурс, чтобы понять, что это за люди, насколько они обязательные, каков их уровень научный, о чем они говорят. То есть для того, чтобы провести такой конкурс, нужно очень быть вовлеченным вот в такой международный нетворкинг. И только если это уже реализовано, только тогда можно подавать вот эту заявку. Потому что международные заявки, когда два разных фонда, наш РНФ и там китайский фонд, фонд естественных наук, когда вот эти два разных фонда начинают интегрироваться, ну они, конечно, у них предварительная договоренность есть у этих фондов, естественно. Но когда начинают писать совместную заявку, это очень сложная заявка. И здесь уже коллектив железный должен быть, который в любую секунду может реагировать, написать какой-то кусок текста или там что-то, дополнительную информацию предоставить и так далее. То есть такое проверенное. А это делается в процессе. Вот эти процессы, они очень важны. Значит, ну вот если мы вернемся к молодым, к нашим молодым ученым, то возникает вопрос. Вот у молодого ученого, собственно говоря, он еще не успел как-то себя вставить в это сообщество. И он все время что-то просит. Он просит рецензию, он просит там своего научного руководителя. Научный руководитель за него тоже кого-то просит быть там оппонентом, рецензиантом и так далее. Но вот когда куполина рвется, он все-таки защищается. Он остается, значит, один на один с сообществом, а все равно ему как бы что-то бесконечно нужно. Вот что можно ему сделать, чтобы ему удобно было просить? Вот нужно, наверное, сделать, пытаться выходить с какими-то предложениями о собственной какой-то поддержке или бездности. У меня как-то аспиранты говорят, а что я могу сделать профессору, что рецензию написать? Нет, вы профессору рецензию написать не можете. Но можно предложить ему помощь, потому что у любого профессора, у любого доцента и преподавателя у него полно каких-то обязанностей, где он не отказался бы от помощи. Может быть, какие-то документы заполнить или там куда-нибудь отнести, или, значит, там подписать у какой-то группы людей. Там введение групп в сети, заполнение сайта. Ну вот некоторые преподаватели постарше не очень хорошо разбираются в электронном виртуальном нетворкинге, и, значит, у них там какие-то проблемы возникают с компьютером. Помочь аккаунт открыть, помочь подписаться там на Телеграм, на какие-то Телеграм-каналы, что-то сканировать. В конце концов спросить у человека, вот а как я вам могу помочь? Я очень благодарен, что вы согласны меня там проконсультировать. А как бы я мог вам помочь? Мне очень хочется вам помочь. Человек нормальный что-нибудь не очень обременительное может и сделать, и это как бы будет нормально и взаимно. Потому что здесь, вот в этой академической сфере, когда нам без конца чего-то нужно, мы без конца то же самое должны делать для любых. Это вот такой вот обмен идёт, как в науке, когда мы пишем, занимаемся наукой, идёт обмен идеями интенсивнее, так и в нетворкинге, идёт обмен всё время какими-то академическими услугами. Без этого вы не можете сами рассчитывать на то, что вам кто-то поможет. Конечно, молодые по нынешним временам бывают такие, типа, мне один аспирант говорит, помогите мне литературу подобрать, а то если сидеть возиться, это же я, говорят, пару дней потрачу на это. Ну, я ему, конечно, объяснила, что не надо мне использовать, как это самое, забивать гвоздь микроскопом. И эта работа необходимая для аспиранта и так далее. Но мы очень часто знаем, что нас как руководителей диссертаций, ВКР и дипломов часто студенты используют, прям как секретаря какого-то, который библиографию правит, стиль правит, падежи правильно расставляются, голосование числительное, склоняет, когда нужно, и так далее. То есть, вот, ну, бывает такое. Ну, такой молодой ученый не может рассчитывать на дальнейшую поддержку, потому что он заканчивает свое обучение, и его научный руководитель говорит, ну, все, сплетни дало из сердца вон, больше я не буду с ним общаться никогда. Вот это не просто хорошо. Ну, значит, вот, допустим, вы согласны со всем, что я сказала, и спрашиваете, а как же, собственно говоря, знакомых-то заводить? Вот для там всяких знакомств, вот всякие сайты есть специальные, а как вот академические знакомства, где вообще они завязываются? Ну вот, и что еще, вот что делать, если я такой вот, ну, не очень компанейский человек, если я экстраверт, и как-то мне вот это вот к людям подходить, завязывать разговор тяжело. Ну, ученых очень часто бывает. Я сама такая. Может, я не произвожу такого впечатления, но я себя преодолеваю очень часто, и для меня вот это как бы... Я играю роль иногда просто, чтобы вот быть, вот таким, производить впечатление экстравертного. Ну, это вполне возможно. И поэтому я, может, подскажу несколько путей, когда это общение облегчается. Для кого-то это не является проблемой, а для кого-то, может быть, является. Ну вот самый верный способ знакомиться – это научные конференции. Научные конференции там, так как они тематические, на какую-то научную тему, то так или иначе туда приходят или приезжают люди, которые более-менее занимаются с одной тематикой. Иногда, и сейчас так часто бывает, конференции носят такой междисциплинарный характер. Вот в гуманитаристике такое часто бывает. Я сама, будучи философом по образованию, по своим ученым, как бы, регалиям, я чаще принимаю участие в исторических конференциях и филологических, потому что занимаюсь XVIII веком. Ну, как-то мне важно знание реалий для коллег. Значит, как мы выстраиваем отношения на научных конференциях? Во-первых, прежде чем я об этом начну говорить, я хочу вам вот что сказать. Если вы планируете реализовать нетворкинг, найти круг людей, с которыми вы собираетесь в дальнейшем общаться и вообще общаться с людьми, заведите визитку. Вот мне просто интересно, у всех, кто сегодня присутствует, визитки есть? Я не буду там опрос устраивать. Вот. Ну, у меня отборожало, насколько у многих коллег вот нет, да, нет, нет, нет. И я очень часто сталкиваюсь с тем, когда я на конференции, значит, ну, дарю свою визитку, а мне начинают где-то на клочках бумажки писать свой e-mail, ну, раньше телефон писали или там чего-то такое делать. Вот, понимаете, очень сложно завязать нетворкинг, когда вы появляетесь, вызываете, может быть, симпатию или интерес, или, ну, вот как бы, да, вот хорошо бы с этим человеком поддержать отношения, и потом пропадаете с концами. Заведите визитку. Ведь, вот, понимаете, я, например, честно хочу сказать, я не в бизнесе. Мне не надо своей визиткой показывать, что я работаю в богатой организации. Ну, понятно, что я работаю в университете. Или там где-то я в Академии наук, или где-то, может, в частной какой-то образовательной конторе. Я не этим же хочу произвести впечатление. Я, честно говоря, визитки просто на принтере печатаю на плотной бумаге. Я одно время заказывала, они у меня быстро расходились, и потом там останется мало визиток, не то, что они дорогие, а вот это, ну, идти там заказывать, то ошибку сделаю, то еще что-нибудь такое, возиться, короче. Я стала их шпарить на принтере, на плотной цветной бумаге, такой глянцевой, они получаются очень красивые, всем так нравятся. Вот, значит, вот когда вы делаете вот эту визитку, вот тут вот вы подумаете, может быть, вам сделать несколько вариантов визиток. Вот бывают корпоративные визитки, где вы выделяете вашу компанию. Вам, вот, значит, у вас какая-то компания, какой-то университет, такой вот очень престижный, и вам важно, что вы там работаете. Это производит известное впечатление. Поэтому, значит, здесь на первом месте будет ваша компания, и, значит, вы уже, как член компании, невольно, вот уже, как бы, вы сотрудник Академии наук, вы сотрудник Эрмитажа, или там, вот, ну, само работает на вас ваша компания. Значит, может быть, вообще личная визитка, когда вы можете не упоминать о своей компании. Ну, в каких-то ситуациях, может быть, она надобится, может быть, компанию, ну, даже вот, непрестижная она вызывает, неправильная ассоциация, не хотите, нету такого правила, что писать на визитке, что вот вы что-то не напишете, вам скажут, а у вас неправильная визитка. Какая у вас есть визитка, такая есть. У меня один студент, у него была специальная визитка с девушками знакомиться, там вообще было написано, Паша и номер телефона. Визитка, девицам раздавал, я говорю, ну что, перезванивает? Я у студентов спросила, я говорю, визитка, хоть у кого-нибудь есть, может, мне так понравилось? Он говорит, да, перезваниваю. Ну, вот у него такой, не знаю, сам он передумывал, или кто-то ему подсказал. Ну, вы, конечно, не такую визитку делаете, вы взрослые люди, там, и сейчас, даже не всегда телефон на визитке помещают, потому что сейчас телефонные звонки, это уже интимное такое общение, перешли в разряд интимного общения. Сейчас общаются или в социальных сетях, или по электронной почте, о звонках чаще договариваются, потому что у всех мобильники, им можно позвонить, ну, в какой-то неудобный момент, когда телефоны были служебные, домашние, то ясно, вы звоните по служебному, человек на службу не дает труд, а когда звоните по мобильному, он бог знает, где можно, на приеме у врача, или ему неудобно, значит, он там улицу переходит, отвечает на звонок, и так далее. Если вы активно в социальных сетях, значит, вот, то можно написать там в Телеграме, канал или в WhatsApp, как удобно. Ну, и, значит, визитка промоушен еще есть такая, если вы хотите себя представить, как вашу какую-то деятельность хотите представить, то вы там пишите адреса сайтов или там чего-то, значит, что касается вашей компании. Ну, в академической сфере обычно, вот, так сильно не делят эти визитки, я просто сказала, но тут в случае, что, мало ли, то есть, могут быть и разные визитки для разных случаев жизни, это нормально и хорошо. У меня вот промоушен такой есть визитка, она такая большая, там у меня дополнительные какие-то еще адреса, я ее иногда использую в каких-то вот определенных ситуациях, когда мне нужно о своих проектах рассказать. Значит, по поводу размера визитки, я вам советую, ну, некоторые начинают фантазировать с какой-то необычной визиткой, делать ее там чуть больше, вот чуть больше не надо делать, очень неудобно, она не поместится в стандартную визитницу и потеряется. У меня один знакомый сделал визитку побольше и, значит, ну, за границу куда-то ехал и оказалось, что она у него, он не намного сделал побольше, а в других странах стандарты визиток, они только в Китае немножко больше, чем у нас стандартные размеры визитки, а в остальных странах меньше и не помещается она никуда в стандартные визитницы, что очень неудобно, потому что люди их встают куда-то в сумку, а потом, ну, или теряются, или не теряются. Есть еще один способ очень хороший, как себе, о себе, значит, оставить память, можно сделать визит, QR-код вашей визитки и поместить его прямо на презентацию. Вот я сделала очень много всяких в сети, ну, вот тут в частности два варианта, где можно сделать QR-код. Я сделала вот визитную карточку, там вы, где делаете визитную карточку, ее, значит, ну, камеры фотографируют, вот вы, допустим, выступаете на конференции, и когда представляетесь, у вас этот QR-код светится, там телефоны наводят, и хоп, и вы в адресной книге уже. А если вы хотите просто текст визитки, значит, ну, вот без вот этой включения в адресную книгу, то вот второй вариант я сделала, так что вот вы можете, если бы сейчас даже телефон навести, у вас будет мой контакт в адресной книге. Вот имейте вот это в виду. И не жалейте этих визиток. Вот, ну, или вы заказываете побольше, или если неохота с этим возиться, лучше распечатать на принтере. значит, чтобы у вас не было, что вот вы сейчас думаете, вот кому я дам свою визитку, вот этому, дам этому, дам этому, и там, вот это, создавайте свои визитки. Только подумайте, что вы, какие контакты вы туда вписываете. Лучше ограничиться электронной почтой, телефон не писать, потому что всякие есть. Люди, ну, может, не название их будут, но в WhatsApp будут без конца писать. Поэтому подумайте, как ваш предпочтительный способ общения. В академической среде предпочтительный способ общения это, конечно, электронная почта. Во-первых, вы пишете письмо, когда вам удобно, а читаете, когда вам удобно. Это очевидно. Во-вторых, можно там чего-то послать, если нужно. Удобнее всякие посылать оттачменты и так далее. Значит, дальше. Вот вы познакомились на конференции. Конференция кончилась. У вас визитки, контакты каких-то людей, с которыми вы общались, пили кофе, мило беседовали. Не поленитесь, напишите им письмо электронное. Без каких бы то ни было вот этих вообще обязательств, без всего. Просто уважаемый Петр Иванович, Мэль Петровна, очень рада, что мы познакомились на конференции и так плодотворно пообщались. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Татьяна Артемьевна. Вот примерно такого содержания письма. для чего его написать? Для того, чтобы назойливо напомнить и для того, чтобы ваш адрес был в почтовой программе этого человека. Всё, вы заслали письмо, вы у него в почтовой программе и он или запомнит или потом вспомнит, что вы писали, вам реплайм ответит. Вот это вы закидываете вот эти крючки. Они не всегда на них ловятся рыбка, но если вы не будете закидывать крючки, она вообще никогда не поймается. Она сама по себе не выпрыгнет вам ведро из проруби и нужно сделать какие-то усилия. Да, совершенно верно. Да, вот пишут бесплатные ресурсы. Да, я привела тоже бесплатные ресурсы, но их много, их десятки. Я, честно говоря, не знаю, какой лучший. Да, они одинаковые были, мне так кажется. Если пытаешься устроиться в американский вуз или в какой-то западную, ну, как бы недружественную, как сейчас говорят, в Европу или в Америку, то да, там среди документов обязательно есть рекомендательные письма. Эти рекомендательные письма пишутся по определенной схеме. И эти рекомендательные письма должны быть от тех, кто вас хорошо знает. Иногда два, иногда три рекомендательных письма. И это вообще такое напряжение писать вот эти письма, потому что это человек, который отвечает своей репутацией. Я, например, не каждому буду писать такое письмо, я действительно буду писать только тем, кого я знаю, а если уж прям вот кого не знаю, так и напишу, что не знаю. В смысле нет в таком рекомендательном письме. Нужно от какого-то человека, который вас заинтересован. И вот найти такого человека это очень сложно. А если вы часто куда-то подаете аппликации, вам таких много надо рекомендательных письм. Это самое сложное в некоторых типах заявок, это найти достаточное количество рекомендаций. Поэтому вот и нужно иметь много знакомых по своей специальности, чтобы не один, так другой. Иногда вам человек может отказать просто потому, что ему некогда. Вот я, например, рекомендательное письмо на английском языке пишу дня два. Это день в целом. Вот представляете, столько времени найти на другого человека. Ну не знаю, может кто-то хоп-хоп и пишет, а там же надо в правильном рекомендательном письме почитать проект, разобраться, написать в нем какие сильные стороны этого проекта, чем этот человек что он достиг, то есть много чего написать такого конкретного иначе не пишут иначе рекомендательное письмо. Значит, вот когда вы пишете это письмо так называемое follow-up, как завершение и призыв к дальнейшему общению, общение после общения, follow-up activity, то никогда в этом первом письме оно не должно содержать никаких просьб. А то, знаете, выпьешь чашку кофе с кем-нибудь, шапочный разговор, обвинешься в визитной, хоп, тебе чайкин два тома прислал, ой, Татьяна Владимировна, ваше мнение так ценно для меня, я хочу, чтобы вы почитали, что я тут написал. Написал, знаете, есть, я же философ, да, философ уже, знаете, какие, они такого напишут, что, ой, вот, и естественно, никакого желания нет с такими людьми, которые меня забрасывают какими-то томами, такими кирпичами своих произведений, с просьбой почитать, оценить, указать на что-то, ну, как бы, это большая работа, я бы как-то не нанималась, не нанималась, вот, ни малейшего желания нет продолжить это общение, поэтому учтите, никогда в этом письме любезно, таком вот, да, не нужно никакие просьбы писать, даже если вы потом имеете в виду, что вы к этому человеку обратитесь с просьбой, не сразу, напишите такое, писем, потом через некоторое время, значит, уже как бы заново в следующей странице вашего общения, там, что-то попросите, иначе вы насмерть запугаете человека, он не будет как-то с вами отношения сворачивать, значит, вот, как писать электронные письма, у меня есть отдельный, как бы, такой довольно расширенный по этому поводу система рекомендаций, я сейчас не буду их озвучивать, они у меня в курсе есть, практика научной коммуникации, посвящают ему много времени, потому что это очень важно. Единственное, что мне хочется сказать, что вот, когда вы пишете такое деловое письмо, то не употребляйте никогда сильно раздражающих выражений. Вот Ольга Лукинова, автор книги «Цифровой этикет», как не бесить друг друга в интернете, она провела исследование в телеграм-канале и выяснила, что выражения людей раздражают ужасно. И одно из самых раздражающих выражений, которое я часто получаю от коллег, вот как вы думаете, какое, вы, может быть, догадаетесь, напишите, кто-нибудь туда догадался. Одно из самых раздражающих выражений, которые часто получаешь в электронных письмах. Прямо весит многих это выражение. Меня, кстати, тоже, я студентам сразу говорю, вот, точно, знаете, доброго времени суток. И смайлики тоже, вот, ну, не надо писать. Потом у вас завяжутся, когда отношения личные, там, может быть, с кем-то вы можете использовать, ну, не доброе время суток, а что-то другое, но не пишите это выражение. И даже если вы считаете, что оно, значит, точно отражает ситуацию и так далее, мне многие там с фактами в руках доказывали, что это разумно так писать. Учтите, что оно выражает раздражение. И во многих объявлениях о работе так и написано, что если мне кандидат напишет доброго времени суток, я его сразу не возьму на работу. Учтите просто это. Примите, примите как данность, что да, там целая серия выражений есть, которые раздражают, вот, я в курсе их говорю. Ну, чаще всего, да, вот, то, что вы написали, это раздражает. Но доброе время не суток, это пальмок вместе с капкой, пальмок первенства занимает по этому поводу и ни с чем ее не сравнить. Значит, как вот сам механизм знакомства на беренции, вот я обещала для интроверта, как знакомиться, прям подходить и говорить, вот я там, Татьяна Артемева, хочу с вами познакомиться. на конференциях вот есть такой вот хороший способ, особенно для молодых, которые стесняются подходить к степененным коллегам и, в принципе, степененные коллеги тоже как-то не очень бросаются с молодыми общаться, они интереснее со своими другими коллегами общаться. Вот есть такой безотказный способ. Если на конференции, у нас же люди выступают, они выступают, и вот задайте пару интересных вопросов. Люди ведь любят, когда им задают вопросы, ну смотря какие, знаете, есть три типа вопросов, ну один там вопрос-ответ, ну просил ответить, ну нормально. Значит, есть ещё люди, которые задают вопросы и демонстрируют при этом свою эрудицию. Им кажется, что они молодцы, вот он сейчас встал и задаёт вопрос, и уже на пятой минуте этого вопроса понятно, что тот, кто сейчас выступал, просто ничто по сравнению с высоким уровнем вот этого вопрошающего. Мы видели таких на конференциях людей. Вот давите все такое стремление. Это отпугивает людей, никто не будет с вами хотеть иметь дело, если вы начинаете всех подавлять. Может, вы действительно знаете больше, и там кто-то на какую-то тему что-то такое жалкое было про лепетал. Конференция, в частности, для нетворкинга устанавливается, не единственная цель. Если вы хотите себя противопоставить коллективу, делайте тогда, что хотите. А если вы хотите завязать отношения, то воспользуйтесь, вот есть такой, я называю его французский, условно, не французский, конечно, тип вопроса, который в таких продвинутых академических обществах очень применит. Когда вы сначала, ну, он, во-первых, короткий должен быть, как и любой вопрос, не занимайте время на вопрос, потому что это время другого доклада, регламент надо соблюдать, и вопросов тоже. Но вы сначала находите в докладе что-то, что можно похвалить, и говорите, спасибо большое за ваш доклад, я впервые услышала, что вот то-то и то-то. А вот скажите, пожалуйста, а вот это и вот это? Это производит очень хорошее впечатление, понятно, что человек, который задает вопрос, воспитанный и доброжелательный, и, значит, потом, когда уже окончается заседание, идет там кофе-брейк или какое-то общение, вы дальше подходите к этому человеку, а он уже вас знает, вы ему вопрос задавали, он уже даже сам вас может вызывать, и вы продолжаете свой вопрос, говорите, действительно, проблема интересная, и вот начиная с этого места вы начинаете разговаривать. И так вот прям с любым остепененным можно молодому, ну или не молодому, вот просто, если вы хотите с кем-то познакомиться, через вопросы, вопросы нормально задавать, вопросы свидетельствуют об интересе аудитории, любому человеку, который выступает, ему важно, когда задают вопросы, когда человек выступает и в гробовом молчании уходит с кафедры, это очень неприятно, это значит, что-то аудитория или не поняла, скорее всего, не приняла, не нравится, поэтому вы можете прям спасти ситуацию для некоторого человека, который, ну может быть, слишком сложно говорить, придумайте, значит, пока выступает, думайте над вопросом, обязательно, и это очень облегчает общение, общение, значит, рекомендую таким образом это сделать. Значит, дальше, вот для такого, значит, общения физического, короткого, значит, нужно обязательно продумать, как вы можете себя быстро представить, как вы себя можете быстро представить, и вот в бизнес-среде, это называется pitch presentation или lift presentation, буквально презентация в лифте, то есть это очень короткая презентация, когда вы рассказываете о себе или о своем проекте, ну и сует там визитку между делом, эта визитка всегда должна быть, и ну буквально там есть много историй, как кто-то пока ехал в лифте с каким-то руководителем, значит, там рассказал о себе, о своем проекте, или там голливудских много историй, когда актриса сумела показать, что она соответствует этой роли, значит, построить там лицо, глазки и так далее во время поездок на лифте, ну это условно говоря, на лифте, а вообще вот когда вы знакомитесь, если у вас мало времени для того, чтобы себя представить. Но есть еще такое выражение napkin presentation, это вот презентация на салфетке, это когда вы сидите, значит, ну вот там совместный поход в ресторан, конференционный обед, там фуршет, когда не стоя, а сидя, там на салфетке какую-то схему нарисовать, ручка должна быть с собой, потому что, да, чтобы это использовать. Ну, не обязательно, но иногда, иногда бывает в зависимости от того, какой у вас проект. и, значит, вот это все очень коротко у вас должно быть разработано. Кстати, вот чтобы у вас получилось нормальное общение, не ходите голодным на обеды и на фуршеты, и на всякие рецепции, потому что на них вообще-то как бы ходят не поесть, а пообщаться. и пообщаться легче, конечно, бывает за едой. Вы взяли в руки бокал, и вас бокал поддерживает. Вы с ним идете и уже можете к любой компании подсоединиться, ну, сказав, что какая-то личная конференция, здорово, и как принимают хорошо. Вот это сразу, да, и слово за слово. Вот. Ну, как бы на... Ну, нельзя набрасываться на еду, есть еще такая манера, знаете, у шведского стола встать, полную тарелку набрать и прям не отходя там никого не пропускать. Ну, так вы ни с кем не познакомитесь. Ну, что делать, да, может там вкусное что-то, ну, что-то там перекусите, но вообще-то лучше на этих самых рецепциях ходить, знакомиться и договариваться, куда вы пойдете вечером пообедать. А вот уже, как бы, если вы вместе с кем-то пообедали, это уже нужно тут как бы, это уже отличное можно отношение построить. Конечно, значит, от питча таких вот ошеломительных успехов ждать не стоит, но все-таки надо успеть и себе рассказать. И вот здесь, значит, вот здесь нужно понимать, что вот эти вот короткие рассказы, они зависят от ситуации, что вы хотите представить. И конференции бывают разные, у вас задачи разные, да, иногда вам нужно найти коллегу, иногда вам нужно найти работодателя, иногда вам нужно найти издателя. И поэтому, значит, коллеги вы рассказываете об идеях, работодателю вы рассказываете о себе, потенциальному издателю вы рассказываете о проекте, о книге, о группе коллег, вот иногда бывает такая, говорят, ну, расскажите о себе на конференции. Ну, далеко не всегда, но на некоторых конференциях вдруг надо рассказать о себе. Вот у вас должно быть готово, или там круглый стол, и вдруг ведущий будет, ну, давайте каждый пару слов скажет о себе, а потом, значит, ну, вот мы будем обсуждать эту тему. У вас вот на готове должно быть такое, я вообще советую людям, даже опытным, у которых вот как бы не было много раз таких выступлений, написать заранее. И не доставать бумажку, не читать, а написать, чтобы просто прикинуть, что говорить, а что нет. Меньше листа должно занимать этот пич презентейшн до двух минут. Вообще минута, 30 секунд, две минуты, вот очень короткая. Очень вам поможет, потому что кроме имени у вас еще какие-то есть заслуги, и нужно, значит, об этом успеть рассказать, чтобы был смысл, если вы хотите добиться смысла от общения, то нужно, значит, вот этот смысл заранее вкладывать в ваш дискурс. Значит, если у вас связался разговор, уже вы сидите, там, в кафе пошли, или там, как-то, вот, то, ну, здесь, конечно, тоже нужно уже включить психологические механизмы. Люди любят всегда рассказывать о себе, поэтому, если вы хотите с кем-то построить отношения, не забивайте его рассказами о себе, задавайте ему вопросы, послушайте, что он о себе расскажет. Вот это вот, прям, вот очень сложно для сколоров, которые, для ученых, которые прям про свой проект, про себя, готовы бесконечно говорить. Обязательно, если вы хотите с этим человеком общаться, значит, послушайте, что он расскажет о себе. Благодарный слушатель, благодарным слушателем общение всегда гораздо приятнее, чем даже с талантливым каким-то рассказчиком. Потому что ваш визави тоже может быть интроверт, и вы его забиваете своей активностью. Обязательно задавайте вопросы и слушайте. Ну, это мы вот сейчас говорили о непосредственном физическом общении, но мы знаем, что сейчас у нас очень часто оно ограничено разными обстоятельствами, и поэтому значит, мы используем онлайн антворкинг, и здесь тоже можно ведь завязать какие-то отношения вполне себе релевантны, и потом их развертуализировать, или вообще даже на этом уровне виртуальном какие-то отношения построить. У меня за последнее время это часто удавалось сделать. Ну, само собой, это переписка, мы об этом уже говорили, мы об этом уже говорили, но я хотела бы только отметить, что переписка очень часто она строила целые вот такие как бы в истории было много примеров, когда интенсивная переписка строила целые сети научные, которые вот, например, слышали, наверное, про понятие invisible college, невидимый колледж, которое Робертом Бойлем было введено, обозначающим неформальную группу ученых, которые впоследствии образовали Лондонское Королевское Общество, ну, по сути, Лондонское Королевское Академия Наук. Они же, это ученые, они же переписывались, они письмами обменивались, и в конце концов оказалось, что это мощная научная комьюнити, которая была противопоставлена уже существующим институциональным объединением. Они тогда не знали, что это у них социальная сеть, это современное выражение, которое мы сегодня накладываем на прошлое, но оно нам дает возможность понимать, как устроено вот это общение. Другой пример, Республика ученых, La Republique de l'Etre, 17 века, это такой вот тип виртуального общения интеллектуалов нового времени, которые были связаны только письмами, только системой коммуникации, и тем не менее построена была вот эта система обсуждения каких-то важных научных проблем. Еще научные журналы тогда только появлялись, и переписка была главным способом получения информации, которая давала возможность, используя информацию, как научные открытия делаются, на основе каких-то уже сделанных открытий, что-то предлагать свое. несовершенство коммуникации приводило к казусам, когда одновременно были изобретены дифференциальные интегральные исчисления, одновременно изобрели Ньютон и Леггинс. Они долго-долго спорили, кто первый, и сложно было это решить, потому что коммуникация была не так проста. Но очень многие открытия были сделаны таким образом совместно и это все обсуждалось. Это целое дело. И вот интересно, что когда Петербургская Академия Наук была создана в 1724 году, вот она в этом году празднула свое 300-летие, то было очень мудро руководителями Академии принято решение оплачивать переписку академиков полностью. А раньше переписка была очень дорогая. Почта только появилась фактически в 18 веке. И оплачивали письмо и то, которое отправляли, и то, которое получали. Можно было разорить человека, ему писем присылать, он должен был оплачивать это все. Так вот Академия Наук оплачивала почтовые расходы полностью, что дало возможность российским академикам сразу интегрироваться в мировую академическую систему. В результате чего буквально за десяток лет даже меньше. Петербургская Академия Наук стала одной из таких же мощных Академий мира, как те, у которых была более длительная история. То есть коммуникация это очень важно. И сегодня социальные сети такие тоже существуют. Мы сегодня уже такие бумажные письма конечно не пишем, но в каких-то исключительных случаях есть приемчики, когда бумажные письма срабатывают. я на курсе рассказываю об этом. Но мы вполне можем включиться в такую коммуникацию в разного рода социальных сетях. Можно просто сейчас очень часто бывает на конференцию приедешь и с людьми познакомишься, а потом закрепляешь отношения, зафрендишься с ними в социальных сетях. Допустим в ВКонтакте, в Телеграме, в какой-то группе. И таким образом вы уже на связи все время находитесь, человек знает чем вы занимаетесь. Особенно если вы пишете социальные ну если вы пишете какие-то интересные посты и информацию интересную помещаете, то на вас и сами подписываются люди, предлагают вам вот эту виртуальную дружбу. И вы как-то в поле зрения всегда этих людей находитесь. И вам легко с этими людьми по менеджеру по мессенджеру всегда списаться. Они вас знают, потому что они знают чем вы занимаетесь, зачем вы работаете, вот статья вышла, вы опубликовали в социальных сетях, там кто-то полайкал, а кто-то там чего-то спросил, да, то есть вот идет такое обсуждение. Даже на кафедрах такого обсуждения нет, потому что там некогда, а вот тут человек уже сидит перед компьютером. Какое-то время-то у него есть, когда он перед компьютером сидит. Кроме этого, есть система научных социальных сетей, Академии ЕДУ, где везде алгоритмы разные в этих социальных сетях, но там тоже есть, там обычно люди пользовались Академией ЕДУ. Это ресурс, куда авторы помещают свои PDF-ки своих статей, ну, или вообще оповещают о выходе какой-то новой книги, иногда нельзя PDF-ку поместить, издательство возражает, но можно там предисловие поместить, титул, но очень часто помещают все, потому что это интернет-2, это закрытая сеть, там нельзя по ней просто бродить, она искалка не отображается, надо зарегистрироваться. И там еще такая хитрость есть, в этой Академии ЕДУ можно автора всегда попросить прислать вам PDF-ку книги, которую вам не купить по разным причинам, может просто дорого очень, или не продается у нас, а личном одолжении попросить, но обещав естественно, что вы не будете распространять, и никто никогда не отказывает, вот у меня моя докторантка так делала, ей нужна была какая-то книжка, она попросила исследовательницу ей прислать PDF, сказала, что она не может у нас купить, и та прислала ей PDF-ку, с которой она могла работать. И там тоже есть чат, где можно обсуждать разные проблемы и так далее, то есть хорошие фильмы. Очень много есть для естественных наук социальных сетей, которые вполне позволяют обсуждать, знакомиться с основными публикациями, которые вы не можете взять в библиотеке, купить дорого и так далее, или обсуждать какие-то важные проблемы. Кроме того, сама вот эта онлайн активность, вы там участвуете в онлайн конференции или вы проводите онлайн конференцию. Онлайн конференцию провести нетрудно, а сколько у вас появляется новых интересных друзей, которые к вам относятся уже очень хорошо, потому что вы организатор. Или допустим презентацию своей книги можно физически провести, а потом можно онлайн провести и туда пригласить людей, которым сложно приехать на презентацию. Знаете, я смотрю, здесь много людей из других городов, из Екатеринбурга вышли на презентацию книги, ехать своего знакомого, как-то это уж очень круто, я хочу сказать. А на онлайн презентацию почему бы не можно устраивать такие небольшие мероприятия, вебинары и таким образом вполне реализовывать вот эти свои задачи. Мы проводили онлайн презентацию книг, очень было приятно, потому что набежало много людей, которые некоторые даже много лет не виделись, они пришли на презентацию и сумели поболтать, обменяться какими-то впечатлениями, посмотреть друг на друга. Так что вы учтите, что это вообще мощнейший инструмент, мощнейший инструмент установления контактов или поддержания контактов уже реальных. с кем-то вы раз увиделись, а потом можно прекрасно продолжать общаться в социальных сетях или приглашая на какие-то мероприятия. Кроме того, я вообще сама гуманитарий, как вы уже поняли, может быть, здесь присутствуют естественники. Я хочу обратить ваше внимание, что сегодня в социальных сетях очень многие представители разных специальностей объединяются для того, чтобы совместно решать какие-то практические вопросы. Примеры научных чатов телеграмма из канала Зоопарк и Слоновой Кости они привели, я не все даже привела, которые мне показались не более важными. Допустим, химики или биологи, у них нет каких-то реактивов, им нужно какой-то реактив, чтобы провести эксперимент. Они в этом канале пишут, это у кого есть там что-то, я даже не знаю, что там химика может быть. А кто-то пишет из другого вообще города, а у нас вот этого завались, а у нас вот этого нет. Ну что, махнемся, поменяемся. И вот эти химики, физики меняются какими-то реактивами, какими-то элементами, какими-то деталями, потому что поставки сейчас, ну вы сами знаете, в силу разных причин запретов, некоторые сложности в снабжении лаборатории есть. и вот идет вовсю такая, знаете, активная жизнь. И просто это очень важно, даже для меня это как бы неожиданно было. Обсуждают там самые разные проблемы и значит вот такого рода задачи. значит для социальных и гуманитарных наук каналов очень много и мне даже сложно их приводить, потому что их больше, чем для естественных наук. И я думаю, что можно по искалке, в Телеграме же есть искалка по ключевым словам посмотреть, какие каналы, подписаться, посмотреть, что-то не пойдет, отписаться. Потому что их очень много. Я, например, сама подписана в основном на сообщество, которое связано с 18 веком, то, что я занимаюсь 18 веком, российским, европейским, эпоху просвещения, вот этими всеми вещами. И у меня где-то два десятка каналов вот таких. Каналы есть там переводчики, там русский язык как иностранный, историки, а историки вообще делятся по каналам, историки того, историки сего, потому что не знаю, историк как таковый, всегда занимается профессионально каким-то определенным периодом, архивисты. В общем, сейчас этих каналов великое множество. Я гуманитарные даже не могла бы перечислить, потому что их тысячи просто. Нужно найти, вот искать данные это какое-то время по своему вкусу. Но если вы найдете вот такой канал, то вы будете, во-первых, в курсе того, что происходит в этой сфере, а во-вторых, можете там познакомиться с какими-то интересными людьми. Значит, я вот прежде чем вернуться к этому своему курсу, хочу сказать, сказать, что я, например, сама веду в Телеграме два канала и аналогичные ВКонтакте у меня паблики. Значит, одну академическая карьера, где я публикую вакансии для преподавателей и ученых, главным образом в области социальных наук и гуманитарных. Может быть, кто-то из вас и пришел из этого сообщества, потому что я публиковала там информацию о том, что я провожу вебинар. И академический кабинет, где я публикую всякие полезные ссылки, информацию о конференциях, о вебинарах, о курсах. Регулярно уже много лет я это делаю, ну, как так исторически сложилось, уже такое и с информацией можно с такой гуманитарной на этих каналах и в этих группах познакомиться. Там как-то иногда бывает определенное обсуждение в комментариях, но не очень активное. А если вы хотите активного обсуждения, то нужно уже искать какие-то свои по интересам канала. Ну, вот понятно, что сегодня я в основном делала акцент на каких-то самых общих проблемах коммуникации, там может быть несколько практических советов. И я надеюсь, что я там показала насколько вообще важно завязывание знакомства и что это вполне можно сделать и какие приемы нужны для того, чтобы это сделать. Но я очень подробно рассказываю об этом на курсе «Практика научной коммуникации. Виды, способы, формы, традиции, успешного общения в академической среде», где я уже рассказываю довольно подробно, каким образом нужно выступать, как мы пользуемся вербальную форму коммуникации, как мы используем невербальную форму коммуникации с помощью жеста, одежды, интонации и так далее располагаем аудиторию в себе. Как связана коммуникация с академической карьерой, какие виды бывают академической карьеры, потому что в академическом мире тоже можно по-разному строить карьеру, можно экспертную, когда вы ученый-ученый, преподаватель, преподаватель, а можно административную, когда вы заведующий кафедрой, декан или директор, проектор, ректор, министр, можно такую карьеру выстраивать. И тогда по-разному нужно себя вести, в разных мероприятиях участвовать, потому что одно с другим связано, но косвенно. И эти карьеры подстраиваются все по-разному. И по-разному вы себя презентуете в академической среде. Дальше мы рассматриваем, как написать правильное СИИ. Вот сколько я консультировала коллег. Извините, но мало кто пишет грамотное СИИ, потому что пользуются какими-то бизнес-образцами, они для академической среды не годятся вообще. И то, что на HHRU или ХХРУ, как её в народе называют, образцы СИИ, курикулы МВИТ или резюме, то, что в академическом мире называется СИИ, то, что те образцы, которые они представляют, они вообще ужасно смешные. Если кому-то руководителю попадется в такой СИИ, он будет долго смеяться. То есть у него чувство юмора есть, конечно. А если нет, чувство юмора будет злиться. Но у вас на работу не вольна с такими СИИ точно. Мы будем заниматься... По желанию я предлагаю на английском языке такой СИИ написать, потому что я тоже знаю, как это делается. Про виртуальную коммуникацию подробнее говорим. Про письма, про проектную научную коммуникацию, что тоже важно. Как написать проекты, как собирать команды, как готовить пакет документов, что туда входит, и как там должны быть написаны все части. Отдельно про академическое письмо. Особенности академического письма, особенности написания академических текстов. Про вербальная коммуникация, особенности речевого поведения. И вот довольно подробно эти все. Невербальная коммуникация, академический дресс-код, как принято одеваться, в какой среде. От этого тоже очень многое зависит, потому что разница есть и очень большая. И можно неудачно одеться, и вы неправильное впечатление произведете на аудиторию. Потому что академическая среда – это не бизнес-среда. В бизнес-среде формальная одежда и всё. А в академической среде иногда формальная одежда на странные мысли может натолкнуть. Если вы поедете куда-нибудь в Европу, в костюме с галстуком, в таком строгом костюме, то вас могут не понять, что это вы так делитесь. Раньше таких людей принимали сходу за китайцев, потому что раньше китайцы так вот в костюмах ходили на конференции. Но сейчас китайцы уже стали другие и уже не микрировали к среде. Ну, в общем, мы подробно об этом поговорим. А иногда бывают очень формальные требования. Вот очень формальные требования к одежде. Такие ситуации тоже бывают. Вот как не попасть в просаг. Тоже об этом я подробно рассказываю. Причем это касается и мужского, и женского костюма. В каких ситуациях можно выглядеть неформально, а в каких надо выглядеть очень формально. В одном и том же университете. Вот такое было. Поэтому, если вас вот эти все сюжеты заинтересуют, то приходите на курс. Вы вообще скачаете вот эту презентацию. Эту презентацию можно скачать, пожалуйста. И, значит, там вот эти все ссылки есть. Вот есть ли, коллеги, вопросы, на которые я еще не ответила? Значит, пожалуйста, я в основном... То, что хотела сказать, хотя там много еще сюжетов, которые можно было бы осветить. Я завершила. Была бы рада ответить на ваши вопросы. Академия ЕДУ. Значит, вот такой адрес у нее есть. Академия.ЕДУ. Напишите в поисковике и найдете сразу. Туда нужно зарегистрироваться. Но регистрация там простая. Там эта платформа американская. Но там на русском языке тоже можно, кириллицей тоже можно писать. Она сама, интерфейс там весь на английском языке будет. Но фамилию свою, и данные себе, и в поисковике можно пользоваться русским языком. Значит, я хочу только одно сказать. Если Академия ЕДУ будет вам предлагать продвинутый платный уровень, не соглашайтесь. Не нужен там платный уровень. У меня даже один раз деньги были на платный уровень. Ну, я грант получила в Потанину, там можно было оплатить. Я долго думала, вот нужен он мне или нет. Изучала этот вопрос и поняла, что я даже не знаю, кому он нужен. Не нужен. Это если вы очень тщеславные и хотите знать, кто там вашу статью читал, это Академия ЕДУ считает. Какие именно люди, вот заплатите, тогда она будет говорить о нем. Петр Иванов читал вашу статью. Или какой-то, еще кто-то искал там вашу статью в Губе. И она вот это вот определяет. Ну, мне так все равно, кто мою статью читал. Я как-то... Ну, читали их хорошо. Мне главное, что читают люди, я и рада. Вот. Не нужно за нее платить. Она бесплатная, хорошая. Значит, по поводу телеграм-каналов я сказала. Так, может у нас в вопросах есть еще вопросы? Нет, в вопросах я не вижу. Значит, если есть, то пожалуйста. Ну, если вы захотите дальше со мной работать и придете на курс, вы всегда со мной можете проконсультироваться. И как бы я отвечу на какие-то вопросы. Может быть у вас такая вот проблема, которую я бы могла вам помочь решить. Я буду, конечно, очень рада. А сейчас я с вами уже должна попрощаться. Мне было очень приятно, что сегодня довольно много людей на этой презентации. И как заниматься наукой, если я закончила бакалавриат и покинула академические круги. Можно заниматься, можно примыкать к академическим кругам, участвуя в конференциях, участвуя в академической активности. Вы напишите заявку на конференцию, бакалавриат – это высшее образование. Вас никто никуда не бросит. Пожалуйста. Если вас заинтересует, уже вы захотите повысить свой уровень, вы можете поступить. Ну, сейчас аспирантура уже завершает свое существование. А сейчас какой-то один или три года, от одного до трех лет, в зависимости от вуза, какое-то есть, я не помню, как оно называется, какое-то базовое повышение. Но, в принципе, вы можете и с бакалавриатом статьи писать, ходить на конференции, выступать. Никаких нет запретов для этого. Пожалуйста. Между российскими и западными коллегами что, я не поняла вопрос. Между российскими... Разница в общении, есть разница в общении, довольно большая, но я сегодня не планировала об этом рассказывать, я буду рассказывать об этом в курсе. Так же, как есть разница в общении между китайскими коллегами и восточными коллегами, нашими новыми коллегами уже. Разница в общении и в нетворкинге есть. Надо знать ее, потому что можно человека обидеть какими-то шутками, мемами, которые у нас приняты. Но если придерживаться нейтрального и нейтрального академического стиля, сейчас, так как времени нет подробно, то это как бы нормально для западных коллег. Чем нейтральный стиль, тем меньше у вас шансов чего-то такое сказать не так. Хорошо, спасибо, дорогие коллеги. Я благодарю Директ-Академию, которая дала возможность выступить с вами, и Татьяну Викторовну, которая тут незримо за кадром присутствует и контролирует все вот эти процессы. Я тогда с вами прощаюсь и удаляюсь, и она, наверное, еще вам несколько слов скажет в конце. Всего доброго, успеха вам, приходите на курс. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok